Когда я была ребёнком, мой брат рассказывал мне сказки на ночь о человеке, который убил нашего отца и наблюдал, как его кровь рассекается по полу. Он рассказывал и другие истории о том, что мы сделаем с этим человеком, когда вернём себе семь королевств. Когда Джейми появляется в Интерфейле, это очень трудно для всех почти, ну, знать, как к этому относиться. С одной стороны, Дэнни видит его как убийцу своего отца, и даже если она осмирилась с тем, кем был её отец, и кем на самом деле был, несмотря на это, она не может простить убийцу её отца, который вот стоит в зале прямо перед ней. Твоя сестра обещала отправить свою армию на север. Я не увижу армию. Она никогда и не собиралась отправлять свою армию на север. Тириан допустил немало ошибок, и у Дэнни действительно терпение подошло к концу. Конечно, она очень любит и уважает Тириана, но действительно многие из его планов испортились, и теперь Джейми Ланнистер здесь, но не с армией Ланнистер. Королева, я знаю своего брака и свою сестру. Тириан ничего не говорит, потому что знает, что она права. Я имею в виду, он действительно совершил серьёзную ошибку. У Тириана есть недостаток. Он очень умный человек, но умные люди иногда переоценивают свой ум. Вы плохо меня знаете, королев, но я знаю Сира Джейми. Он человек чести. Насчёт Бриэна, я думаю, что она влюблена в кого-то, кто не понимает и думает, что такой опыт не был частью её жизни. Она чувствует вещи, которые действительно не может принять, потому что она не росла в мире, где эти вещи были вариантом. Она так привыкла, что Джейми разнил её, и был своего рода мерзким Джейми Ланнистером, что она поначалу просто считает подозрительным, что он играет с ней, и что он показывает свои истинные намерения. Я не тот боец, которым был раньше, но для меня будет честь служить под вашим командованием, если вы примете меня. Он правда верит в неё, как в солдаты, и он хочет быть рядом с ней, поэтому я думаю, что она действительно шокирована его искренностью. Леди Санса, я бы хотела поговорить с вами наедине. Дэнни приходит к Сансе с оливковой ветвью, пытаясь найти путь внутри этого классного экстерьера, что даёт Санса, и есть одна общая черта между ними. Они оба любят Джона, Дэнни его любовница, а Санса его сестра. Это очень важно с точки зрения монарха, пытающегося помириться со своим подданным. И Санса не совсем ещё готова принять Дэнни в качестве своего монарха. Она с подозрением относится к людям, и на то у неё есть свои причины. Что насчёт Севера? Его отняли у нас, и мы вернули его, и мы сказали, что больше ни перед кем не склонимся. Что будет с Севером? Она прошла через много тяжёлых испытаний, чтобы иметь подозрения к людям. И Дэнни она видит, возможно, тираном, который имеет много власти и стремится получить ещё больше. Они идут, и нам не победить их в открытом бою. Тогда что мы можем? На сцене в военном замке много чего происходит важного, а в этой сцене под поверхностью понять, что лежит на Земле, и понимание их намерений, каковы их планы, каковы их ожидания. Поэтому мы знаем, на что мы смотрим. Их создал Король Ночи, и они подчиняются ему. Если он падёт, тогда, может быть, у нас есть шанс. Всё не может идти полностью в соответствии с планом, поэтому мы подумали, что это очень важно, чтобы люди знали, чего все ожидают в этой комнате, что все обеспокоены случившимся, что будет, что произойдёт. В дополнение к этому, есть много человеческих моментов. Мы отправим тебя в крипту, там безопасно. Нет, я буду ждать его в Богороши. Мы не оставим тебя там одной. Он и не будет. Я останусь. Одна вещь, которая определённо происходила, было то, что чувствовал Дэон после возвышения в Интерфелл. И то, как он использует эту битву как попытка всё исправить до такой степени, насколько это возможно, за те ужасные ошибки, которые он совершил. Я забрал у вас этот замок. Позвольте теперь защищать вас. Как это ты не рыцарь? Женщины не могут быть рыцарями. Почему это? Традиции. Любой рыцарь может посещать в рыцаре. Склонитесь, леди Бриена. Я думаю, Бриена была более рыцарской, чем кто-либо из рыцарей, которых мы видели. Я хочу сказать, что она образец силы и чести, и которая верна своему слову. Когда Джейми посещал её, это был общий вид проверки. Она хотела этого всю свою жизнь. Но что ещё важнее, это то, что Джейми проверил и принял её такой, какой она есть. Очевидно, он чувствовал, что она никогда не смеялась этим. Даже позволил пузыриться её эмоциям. Но они там все одинаковые, и мы можем видеть, как все эти вещи вращаются. Серпиена и старта! Рыцар семи королевств! Нам всегда было интересно в этом эпизоде то, что это наша последняя ночь вместе, и думаю, каждый столкнётся с этим по-разному. Некоторые персонажи напеваются, поют песни, а некоторые просто пытаются найти человеческое утешение, как Санса и Тон. Каждый сталкивается с этим по-разному, но не все сталкиваются с этим. Именно поэтому этот эпизод был очень важен для нас. Потому что все эти персонажи, за которыми мы следили так долго, сталкиваются с одним общим врагом. Как насчёт песни? Кто-нибудь должен знать? У Дэниела очень красивый голос, и мы знали, что нам нужна песня в этом эпизоде. У нас была песня в нескольких сезонах, и у нас давно не было оригинала, так что это было как раз кстати, и Дэниел принял роль певца. Песня, полагаю, была из книги Джорджа. По крайней мере, первый стих был из книги, а потом мы добавили тексты, и Мин сделал из неё песню. Перевёл я, звучил. Fox Voice. Подпишись на канал.